Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали, начинаем крутить фарш. Глава российского МИД Сергей Лавров проучил американского журналиста, проявившего невежливость. Такими данными поделились китайские журналисты. Отношения России со странами Запада резко испортились, и это проявляется буквально во всем. В том числе и в том, как ведут себя западные журналисты в беседе с представителями России. По словам китайских обозревателей, Лавров показал мастер-класс «Как общаться с западной прессой». Об этом сообщает издание Байджиахао, а БН-24 представляет эксклюзивный пересказ статьи. «Лавров является одним из самых опытных дипломатов России», — рассказали авторы китайского издания. Обозреватели Байджиахао констатировали, что Лавров более 20 лет возглавляет российский МИД и за это время заслужил репутацию человека, который не боится быть откровенным на публике и сказать все, что думает о коллегах из Запада. В то же время он всегда готов заступиться за партнеров России, если видит несправедливость по отношению к нему. Примером тому стал инцидент с китайским репортером, который попал под прессинка западной прессы. На одной из пресс-конференций выстроилась очередь из желающих задать вопрос главе российского МИД, и когда дело дошло до представителя китайских СМИ, его внезапно прервал американский журналист. Он без очереди начал выкрикивать свой вопрос и вести себя неподобающим образом, не обращая внимания на общепринятый этикет. Реакция Лаврова на происходящее была довольно неожиданной для представителя западной прессы. Российский дипломат со свойственной ему прямотой обвинил представителя США в невежливости, а когда тот продолжил перебивать остальных, Лавров не выдержал и поставил оппонента на место. «Мэтью, можете помолчать, я вас очень прошу, слово предоставили не вам», – заявил Лавров. В итоге американский репортер умолк, и вопросы Лаврову начали задавать в порядке очереди. Как отметили обозреватели Байджи Ахао, этот пример отлично характеризует российского министра как профессионала. Он не терпит, когда оппоненты относятся без уважения к России и ее друзьям. Также Лавров крайне не любит, когда США пытаются вмешиваться во внутренние российские дела. А тем временем ироничные комментарии российского президента Владимира Путина произвели впечатление на Китай. Такими данными поделились журналисты из КНР. Некоторое время назад в России состоялись выборы президента, и победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин. Одними из первых с этим достижением его поздравили представители КНР. По словам китайских журналистов, в их стране российский президент имеет репутацию сильного лидера, который умеет принять нестандартное решение в сложный момент. Также он известен как человек с хорошим чувством юмора. Об этом сообщает издание NetEase. АБН-24 представляет эксклюзивный пересказ статьи. Путин обычно ведет себя на публике как президент большой страны. Он серьезен и спокоен. Однако периодически он показывает себя совершенно с другой стороны, рассказали авторы китайского издания. Обозреватели NetEase констатировали, что Путин много раз весьма остроумно подшучивал над оппонентами и внешнеполитическими соперниками Российской Федерации. Однако у него также есть и изрядная доля самоиронии. В Китае отметили, что однажды Путина спросили о его детстве. В частности, у российского лидера поинтересовались, мечтал он когда-нибудь стать президентом. В ответ Путин довольно забавно пошутил и рассмешил собравшуюся публику. «Конечно, видел, спал и видел», – пошутил президент Российской Федерации. Путин признался, что в детстве ни о чем таком не думал. Он сообщил, что у него было довольно бурное дворовое детство со свободным времяпрепровождением. Далее он с теплотой отозвался о своих преподавателях в школе, которые умели находить и раскрывать в своих учениках их лучшие качества. Как считают в Китае, юмор – это своего рода суперспособность Путина. Таким образом, российскому президенту удается расположить к себе многих людей из разных стран. Видно, что Путин очень дружелюбен к простым людям и даже к подчиненным. Однако для врагов России он сильный и суровый, высказали мнение в КНР. А на этом фоне опять решило показать свой характер руководство ООН. Поведение российских дипломатов вызвало недовольство у руководства ООН. Такими выводами поделились журналисты из КНР. Деятельность ООН и ее генерального секретаря Антонио Гутерриша в последнее время вызывает множество вопросов. В частности, организация неоднократно подвергалась критике из-за двойных стандартов и неоднозначной реакции на те или иные события. По словам китайских журналистов, недавно на ситуацию в ООН обратила внимание Россия и сделала это так, что руководство этой международной площадки потеряло дар речи. Об этом сообщает издание Байджа Хао, а БН-24 представляет эксклюзивный пересказ статьи. Участие ООН в международных делах свелось к минимуму, а должность генерального секретаря стала номинальной, рассказали авторы китайского издания. В Китае отметили, что руководство ООН ничего не сделало для урегулирования ситуации в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Более того, у многих стран сложилось впечатление, что генсек Бутерриш отстаивает интересы лишь западных стран. Несколько дней назад официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на довольно любопытный момент. Она отметила, что руководство ООН призналось в неспособности установить виновника провокаций на атомные электростанции за АЭС, так как у организации нет мандата и технических возможностей для этого. Однако это противоречит заявлениям руководства ООН двухлетней давности, когда представители организации говорили об обратном, когда дело касалось Бучи. Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьезными преступлениями. Приводят слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжарико Захарова. Обозреватели Байджиахау отметили, что комментарий Захаровой попал в самую точку, она поймала руководство ООН на двойных стандартах. Судя по всему, слова российского представителя стали для него сюрпризом. Причем все получилось настолько удачно, что Гутерриш и его представители фактически потеряли дар речи, так как не нашли, что на это ответить. Русские обладают превосходными навыками логического анализа. ООН и западные страны, которые подверглись критике российских дипломатов, лишились дара речи. Прямолинейность россиян доставляет им много неприятностей, высказали мнение китайские журналисты. А тем временем флот России преподнес сюрприз японскому премьер-министру Фумио Кисиде. Такими выводами поделились китайские журналисты. Несколько дней назад в США состоялась встреча американского президента Джо Байдена с японским премьером Фумио Кисидой. По итогам переговоров представитель Японии пообещал своему коллеге продолжить вводить санкции в отношении России и всячески оказывать на нее давление. По словам китайских журналистов, не успел Кисида вернуться домой из Соединенных Штатов, как ему передали подарок от Владимира Путина. Об этом сообщает издание Байджиахао. АБН-24 представляет эксклюзивный пересказ статьи. Три русских корабля отправили Кисиде большой подарок, пишут авторы китайского издания. Обозреватели Байджиахао констатировали, в ходе встречи Кисиды с Байденом сложилось впечатление, что японский премьер изо всех сил пытается угодить американскому президенту. Во многом именно поэтому он так много акцентировал внимание на России в ходе совместной пресс-конференции с Байденом. Судя по всему, в Москве внимательно следили за происходящим и на этом фоне решили преподнести японским партнерам сюрприз. Россия в очередной раз подтвердила, что ее не зря называют в Китае боевой нацией, отмечают обозреватели Байджиахао. На следующий день после встречи Кисиды с Байденом из России пришли крайне любопытные новости. Стало известно, что три российских корабля вышли в Японское море и провели там учебные стрельбы. В рамках маневров они нейтрализовали несколько вертолетов и боевых кораблей условного противника. На первый взгляд российский флот вел борьбу с воображаемым противником, но на самом деле любой проницательный взгляд может увидеть, что появление этих трех русских кораблей было явным предупреждением для Японии, констатировали китайские журналисты. В Китае с иронией отметили, что таким образом российский флот передал Кисиде подарок от Путина. Таким образом, японскому премьеру показали, что его провокации в отношении Российской Федерации будут иметь серьезные последствия. С Токио никто не будет церемониться. Тем более, что между Российской Федерацией и Японией до сих пор не подписан мирный договор. Судя по всему, российский подарок дошел до адресата. Маневры флота Российской Федерации вызвали негодование у Японии, где выразили свою обеспокоенность происходящему. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.